Учеб Владимир Александрович, инженер-программист, слушатель 2-го отделения Красного Университета. Я занимаюсь в Красном Университете уже третий год. И очень рад, что наступает новый учебный год и снова начинаются занятия. Я обязательно буду заниматься, хоть, казалось бы, уже вроде бы программа пройдена, вроде бы повторения, но я точно знаю, что скучно мне не будет, потому что в Красном Университете мы изучаем такие работы и поднимаем такие вопросы, которые можно и нужно, и повторять, и углублять. И почему у меня такой оптимистичный настрой, и почему я рад, что есть такая возможность. Все это из-за того, что еще, наверное, со студенческих лет я понял, как-то дошел до того, что ответы на самые главные вопросы о том, как у нас устроено общество и какие движущие силы изменений в обществе марксистская теория дает, а те теории поверхностные, которые сейчас у нас популярно преподаются, в том числе и в университетах, они, к сожалению, таких ответов не дают. И, да, получить это представление можно, но освоить действительно марксизм, конечно, не так-то просто. И с той же наукой логики Гегеля взялся я за нее, немножко почитал, отложил и забылось. Занимаясь в Красном университете, здесь такая цель ставится для каждого учащегося, книга прочитана, эти знания, которые, конечно же, требуют еще подкреплений, повторений, но они уже дают хороший фундамент для дальнейшего изучения, для более глубокого изучения вопросов марксизма, которые, в общем-то, на самом деле являются основными вопросами в нашей жизни. Поэтому я очень рад, особенно рад, что есть возможность заниматься очно тем, кто в Санкт-Петербурге. И это прекрасный шанс лично пообщаться с людьми, которые всерьез и многие годы изучают марксизм, пропагандируют марксизм, обучают других людей. И живое общение, оно, конечно, ничем его не заменишь. Хотя есть прекрасная возможность также все это изучать по лекциям, выложенным в интернете. Но, опять же, хотел бы обратиться ко всем интересующимся и проживающим в Санкт-Петербурге, не упустить этот прекрасный шанс и присоединиться к очным занятиям. Так что, до встречи на занятиях. Продолжение следует...